И от гнева его они придут к нему И от дыхания его они погибнут Здравствуйте дорогие друзья, с вами снова я Камелот Джи Сегодня у нас, как вы можете видеть, карта Химмельсдорф Встречный бой, играть мы будем на советском СТ 4 уровня Т28 Скажем прямо, не самая лучшая карта для этого танка Поскольку танк отличается очень слабым бронированием То есть практически любой фугас, начиная от 76 мм Способен преодолеть его броню Это с одной стороны С другой стороны, у него замечательная, очень точная пушка с хорошим пробитием То есть на таком танке вы будете иметь преимущество, когда играете с большой дистанции То есть танки с хорошим бронированием Пушкой с большим разовым уроном имеют преимущество, когда бодаются вплотную А вот именно танки с хорошей пушкой, но без бронирования, с точной пушкой И с маленьким разовым уроном Как известно, тут небольшой разовый урон 85 Они получают преимущество, когда работают с больших дистанций Смотрите, я вам хочу показать Как нужно определяться на этой карте с разъездом Если много союзных танков поехало к базе Сейчас я попробую вам показать Имеет смысл приехать вот сюда Вот, смотрите, вот встать, поджаться под этот домик И работать по горе Поскольку ключевой на этой карте является гора И очень важно союзные танки поддержать именно на горе Во-первых, вас должны крыть по вот этим направлениям союзники И, во-вторых, у вас должен быть качанный танк Сейчас мы давайте вернемся к нашим баранам Что тут уже примчался союзный француз этот Бываю, как он, М-10 Вот, насилует вражеского Т-52 Танк ваш должен быть хорошо вкачан Поскольку, если у вас вкачанный танк Вы будете светить гору Вот, и сами оставаться невидимыми Если же танк ваш плохо вкачан Может получиться такая ситуация Что вас будут с горы светить А вы, вражеские танки, не будете видеть И тогда они свысока накидают вам за воротник За шиворот Больше, чем вам хотелось бы Смотрите, что тут у нас Изначально наша команда значительно сильнее была Вот, видите, союзный М-10 хороший Но, как часто бывает в World of Tanks в боях Что-то идет не так То есть, игра достаточно непредсказуемая И мы начинаем сливаться Смотрите, на один фраг мы просели Это как бы не критично Но на целую тысячу хп на команде Но, тем не менее, за счет меня и М-10 союзного Нам дается Нам дается Аж 100% на победу Ну, я, допустим Я думаю, вы со мной согласитесь В данной ситуации Тут, конечно, 100% победы И близко не пахнет Вот, поскольку Кто тут у нас остался У нас раз-две пятерки У них три пятерки Вот, М-10 бросился Ну, как-то, видите, бирюзовый Хороший рейтинг эффективности Но на ПТ бросаться И бороться вблизи Вроде ты на ИСе третьем Или еще лучше на защитнике Это, наверное, неправильно Но делать нечего Если умрет наш М-10 Вот, я пытаюсь поехать Каким-то образом ему помочь Хотя, опять же Такой танк, как Т-28 Любит прежде всего Где-то тут есть? Прежде всего Дистанцию Удаются загнать Ему один снарядик И вот, видите Все бросаются На Союзного М-10 Так, ситуация Не становится лучше Так же же самое Мы на 1000 хп Проседаем Знаете, если на команде 20000 Общая и 1000 разница Это туда-сюда Когда всего 1700 на 800 То, конечно, существеннее Ну, да, все Спекся Что тут он Три фрага убил Ну, ладно Так, потихонечку Отстреливаются Наши Наши Союзники Смотрите В чем смысл Тактики игры В такой ситуации Вы должны Оказываться На максимальном Расстоянии От противника Чтобы Оставаться Невидимым Вот видите На этот случай У нас Маскировочная Сеточка Блин Вот это Т-52 Т-52 Настолько Неприятный Танк Так То есть Вы Вы должны Всегда Ехать Не к противнику А от Противником Чтобы За счет Вашей маскировки Стереотрубы Вы Его видели За счет Стереотрубы А за счет Маскировки Они вас Не видели Ну и плюс В данном Конкретном Случае У Т-28 Прекрасная Пушка И чем дальше Дистанция Тем вы Больше Получаете Преимуществ В такой ситуации То же самое Видите Союзники Становятся На захват Я отъезжаю За базу На тот случай Что когда Т-52 Приедет Их убивать Я мог По нему Стрелять И сам Оставаться Невидимым Вот И тут Приезжает Валентайн Вражеский Не везет От меня Но это Какой-то Ужас Я уже Видите Подкалибер Загрузил Фух Если бы Я его Сейчас Не добрал Это Была бы Беда И опять Я пытаюсь Уехать От Валентайна То есть Разорвать Между ним Дистанцию Тем более Валентайн Четвертый Уровень А давайте Посмотрим Сколько У него 7к Боев И 90 На Танке Танк У него Точно Не качан И Можно Выбрать Такую Дистанцию На которой Мы его Будем Видеть А у нас Нет Ну тут Все-таки Он У нас Увидит Знаете Так Вот тут Он Начинает Маневрировать Он Допускает Ошибку Поскольку Я Стою Сведенный А он Движется И попасть У него Шансов Никаких Нет Смотрите Я показываю Что я Еду В ту сторону Где Квас Теперь После того Как я Отсветился Я Разворачиваюсь И уезжаю В противоположную Сторону Для того На тот Случай Что если Квас Живой А у нас Уже Возникли Сомнения По этому Поводу Поскольку Если бы Он был Жив Ну то есть Не я в кашле Фигурально Выражаясь Живой То он бы Наверное Уже Себя Обнаружил И уезжаю На противоположную Сторону Поскольку В случае С Квасом Ситуация Обратная Чем ближе Он к противнику Тем Он более Выигрывает Поскольку Он обладает В общем то Неплохой Броней Особенно Если играет Против Танков На уровень Ниже Как я И Фугасница То есть Фугасница Любит Короткие Дистанции Сами понимаете Если между Нами Пятьсот Метров Попасть Из фугасницы Шанс Очень Призрачный А вот Т28 Очень Даже Легко Попадает На таких Дистанциях И плюс Пробитие Достаточно Большое Чтобы Пролетев Большое Расстояние Мы Все таки Предали Бронирование Практически Любых Танков Пятого Шестого Уровня С которыми Сталкивается Т28 Ну разве Что Вот этот ОИ ОИ Шестого Уровня Тяж Японский Ну кстати В каком-то Из патчей Апнули Бронирование ОИ Экспериментал Я не знаю В числовом Значении Наверное Добавили Не добавили Но они Любят Даже Делать Так То есть Циферки Оставляют Wargaming Такими Самыми Как Были Вот А на На практике На деле Ситуация Совершенно Иная То есть Ну это Надо смотреть Я не буду Ручаться Поменяли Они цифры Или нет То есть Я Моя Мой Тактический Замысел Состоит В том Что Я показал Показал Квасу Что Я еду Смотрите Вот В эту Сторону Вот И чтобы Он ехал Ко мне Сближаться И Если он Сюда Выйдет Когда Он Сюда Выйдет Его Подсветить И безнаказанно Уничтожить За счет Стереотрубы И маскировочной Сетки Так Мне там Что-то Вот Засветик Но Это Вражеская Артиллерия Видите Я Скряга И сквалыга По натуре То есть Я Даже В полубое Не забыл Переставить Снаряд Чтобы Не тратить На него Подкалиберный Снаряд Так До Конца Боя У нас 5 минут Остается Вот У нас Тут Теперь Дилемма Либо Взять базу И получить Защитника Либо Поехать Найти Кваса То есть Дилемма Такая Либо получить Захватчика Либо получить Воина Я в этой Ситуации Выбираю Воина Поскольку Мы получим Гораздо Больший Вен 8 При этом А все Ориентируются На Вен 8 Ну и Сказать По правде Мне тоже Хотелось Чтобы У меня Был Повыше Вен 8 Если Квас Не Не Обнаружил Седа То с Большой Долей Вероятностью Он Аф Кашный Что Мы Наблюдаем И Спокойненько Спокойненько Бронебойными Снарядами Безо всяких Подклидеров Его Раз Разрушаем Тут Была Этот Самый Была Акция Вернее Задание Два раза Сбить Гусеницу Вот я Вспомнил Жду пока Он починится Чтобы второй Раз Но почему-то Оно Не засчиталось Видимо На разных Танках В общем Добиваем Благополучно Кваса И Приводим Свою Команду К победе Давайте Теперь Глянем Результаты Боя Друзья Итак У нас Мастер Воин Медаль Николаса И Вот Шесть Бонов Этих Получили Замечательных Убилищ Видите Шесть Танков Надамажили 1559 В общем-то Дамаг Не такой Большой Да и Воин Ничего Такого Феноменального Нет Но Я решил Выложить Этот бой Поскольку Вот это Медаль Николаса Достаточно Редкая Медаль И Бой Был Довольно Таки Интересным Давайте Посмотрим Ребят Так Давайте Посмотрим Сколько У меня Медалей Николаса На аккаунте Так Авардс Где у нас Вот Награды Смотрите Эпические Медали Одна Единственная Медаль Николса Вот На фоне Того Что Девят Ой простите Тринадцать Колобановых И восемь Редликов То есть Она В моем Случа Оказывается Более Редкой Ну Это еще Объясняется Тем Что Тем Что я Не так Много Играю На средних Танках А получить Ее можно Только На средних Танках В то Время Как Медаль Колобанова И Медаль Пула Можно Получить На любом Танке Для Пула Единственное Ограничение Выше Четвертого Уровня Так Давайте Посмотрим Что тут Еще У нас Получилось Так Опыта Мы Получили Видите Хотя Засвет Небольшой По нашему Засвету Ну И где Там На Химмельсдорфе Светить Сами Понимаете Но Опыта Мы Все Получили 1200 Совсем Без Малого Залезли Мы В минус Ну Там Бой Такой Что Надо Было Вытягивать И Уже Экономить На Галде Не Пришлось Рейтинги Эффективности У нас Получились Дорогие Друзья Ну Вот Вен 8 11 674 Даже Нарисовала Фиолетом Все остальное В общем-то Заурядное Вот Даже Мы Через Бой Сыграли Три Боя Подряд А что Это На Третий Бой Зашел Даже Вот Было Видите 14 785 Ну Там Четыре Фрага И Бой Не Был Такой Интересный А Там Катались По Железке Взад Вперед Стараясь Разорвать Дистанцию Вот Непонятно Как Орта Отважилась Ехать Брать Базу Когда У нее КВ-1С Дохлый Неправильно Ну Там Ребята Были В общем-то Неопытные Вот Ну В общем Дорогие Друзья Такой Обзор Такой Бой С вами Был Я Камелот Джи Хороших Боев Хороших Союзников Не Теряйте Веры Друзья И помните У всего в жизни У всего в жизни Есть цель Продолжение следует